Истинно говорю тебе Десятая часть символа веры говорит о таинстве крещения как средстве нашего спасения и избавления от грехов. Исповедую единокрещение во оставление грехов. Господь Иисус Христос, покидая землю на сороковой день, обещал своим ученикам послать вместо себя утешителя, Духа Истины. Он это исполнил через десять дней после Вознесения. В виде огненных языков на апостолов сошел Святой Дух, третье лицо единого Бога Троицы. Этот день считается днем рождения христианской церкви, которая является местом сугубого присутствия Святого Духа. Внутренним содержанием жизни церкви является особого рода священно-действия, которые получили название «таинств». Их всего семь. «Таинство крещения», миропомазание, покаяние, причащение, венчание, священство и еле освящение. Видимым совершителем таинства является священник. Но церковь верует, что в каждом действии, которое совершает человек, незримо присутствует Святой Дух. И именно Он подает спасающую благодать приступающим к таинствам. Человек участвует в таинствах и через них приобщается к спасительному крестному подвигу Христа, который умер и победил смерть Воскресения. Первым в ряду таинств стоит таинство крещения. Именно о нем говорит символ веры. «Это таинство является дверью, вводящей человека в жизнь духовную. Так велики благодатные дары, подаваемые человеку в крещении, так глубоко невидимое преображение его естества, что это таинство справедливо называется рождением свыше. Его так назвал сам Господь в беседе с Никодимом, иудейским начальником, пришедшим к нему вечером тайно узнать о смысле человеческого бытия. Человек рождается от отца и матери, и это есть рождение по плоти. Но человек обладает духом, он сотворен по образу Божьему. Это делает его принципиально отличным от животного мира, хотя во многом он схож с ним. Человек должен осознать свое коренное отличие от всего остального мира. Должен понять, что он гражданин небесного отечества. Он должен узнать и принять своего настоящего отца Бога. И это узнавание и принятие запечатлевается в крещении, рождении свыше, таинстве, в котором человек усыновляется Богу. Происходит истинное рождение человека по духу. Это рождение является, по словам Христа, условием обретения вечной жизни. Кто впустил Бога в свою жизнь, в свою душу, чтобы облегчить тяготу своих грехов и немощей, пребудет с ним вечно. Ибо противоположно непрочности людских отношений, любовь Бога неприходящая. Он есть источник и податель жизни, и пребывающий с ним пребудет вовек. Крещение – это рождение человека, и потому оно совершается только раз в жизни. Никакие грехи человека не могут изменить вечного завета между ним и Богом. Пока человек жив, есть надежда, что даже самый закоренелый грешник может раскаяться и вспомнить о том, что он Сын Божий. Бог же не перестанет любить его и ждать назад. Поэтому, как человек не может второй раз войти в утробу матери своей и родиться, так и крещение не может совершиться повторно. Православная церковь с давних времен крестит не только взрослых, но и детей. Эта практика часто подвергалась нападкам со стороны многих конфессий, не признающих этого обычая. Но сам Господь сказал «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». От крещаемого требуется сознательная вера в Господа, отречение от грехов прежней жизни и желание жить по заповедям Божьим. Младенец лишен возможности осознанно исповедовать Бога, как царя и владыку. Он должен возрасти, войти в разум и сам сознательно избрать жизнь с Богом. Такова аргументация противников крещения детей. Православная церковь всегда держалась мнение, что ожидать, пока ребенок вырастет и сознательно примет Бога, то же самое, что не давать больному младенцу лекарства, ожидая, пока он вырастет и сам решит, хочет ли он его принять. Человеческая природа больна и поражена грехом, она нуждается в лечении. Благодать, подаваемая в таинствах и в таинстве крещения, как одном из них, врачует немощное естество человека, помогает ему с детства возрастать в духе и истине, приобщает к источнику вечной жизни. Недостаток сознательной воли со стороны младенца восполняют крестные родители или восприемники, на которых лежит святая обязанность научить ребенка истинам христианской веры. Ему для этого придется изрядно потрудиться. Благодать Божия, подаваемая в таинстве крещения, не спасает человека, младенца или взрослого сама по себе. Как рождение по плоти есть только начало жизненного пути человека, так и рождение духовное, совершающееся в крещении, есть только начало духовного пути к святости и совершенству. Святые отцы уподобляют действие этого таинства посеянному семени, над которым следует много потрудиться, взрыхлять землю нашего жестокого сердца, вырывать с корнем сорняки страстей, поливать живой водой молитв и добрых дел. Только тогда это благодатное семя новой жизни и рождение свыше возрастет и принесет духовные плоды. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok